Так, а я сейчас делаю как Ферстаппин. Давай-давай, проезжай вперёд. Это... Это техника Ферстаппина! А где крыло моё? Эй! Почему? В смысле? Моё крыло! Оно должно было открыться сейчас! Ух ты, блин! Тихо! Эй-эй-эй-эй-эй! Не пора ли нам боксы? Ну какие-то проблемки у меня с резиной. Я не трогал! Тихо! Ты видал, как я её отловил! Уже вовсю идёт сезон Формулы-1, но многие до сих пор спрашивают, где её смотреть. Если вы всё ещё в поисках, то я могу с уверенностью порекомендовать вам студию вещания Топ Рейсинг. Это наши старые знакомые из Unboard eSports, которые последние 4 года занимаются организацией и проведением крупных чемпионатов по сим-рейсингу, сопровождая всё это трансляциями и комментированием. Отличное качество звука, грамотные комментарии и, конечно же, приятная атмосфера. Так что переходите по ссылке в описании и вступайте в группу ВКонтакте, где проходят все трансляции. Ну что, друзья, всем привет! С вами Куз. Добро пожаловать в Великобританию на трек Сильверстоун. Сразу скажу и извинюсь заранее, ребята. Очень давно я для вас не снимал Формулу-1, поэтому могу сильно корявить. Но я надеюсь, что сегодня мы точно заедем в очки. Я думаю, топ-6, топ-7, наверное, мы должны попасть. Почему? Очень много длинных прямых. А у нас невероятно крутой движок. Я очень много сил в него вложил. Плюс я его ещё и поменял перед гонкой. И плюс ко всему, тачка у нас настроена на минимальную прижимную силу. Поэтому мы будем гнать, как грёбаные черти. Хотя, что будет по воротам, что будет с резиной, что будет по тактике, я не знаю. Не могу ничего обещать, но я думаю, что нас тут ждёт сегодня хороший результат. Я очень надеюсь, что нашу собаку Луи вы не услышите, потому что она там такого храпака даёт. Так, нам надо стратегию на гонку посмотреть. Ага, я не туда нажал, блять, молодец. Нет, давай сначала, я хочу узнать, что мы будем делать. Если вы пропустили прошлую серию, я буду её посмотреть, потому что у нас тут и дизайн болида изменился, и наш костюмчик изменился. Мы теперь такие, львы и тигры, называйте, как хотите. Короче, я просто играю на руле Макларен, это новый для меня руль, я тут переназначил управление, поэтому немножечко непонятно мне. Итак, две стратегии. И какого хера у меня стоит вторая стратегия, когда ведь показано, что вот первая на 5 секунд быстрее и, ну, чуть подольше на софте, потом на медиум. Нахер нам этот хард. Хотя, с другой стороны, 30 градусов и 22 градуса воздух. Да блин, слушай, трасса не горячая, чё у меня тогда, блин, идите вы в очко. Вот эту стратегию я выбираю, и знаете что? Я опять забыл поставить этот топливо вручную регулировать, поэтому я вот так вот немножечко, знаете ли, уберу, потому что после гонки всегда остаётся очень большой запас по топливу. Что по поводу настройки болида, я не люблю и не умею копаться здесь с настройками, главное это крылья. Поэтому передняя антикрылла 4, задняя 2, то есть минимум прижима, зато больше максималочка. Вот с такими настройками, с такой тактикой пит-стопов мы отправляемся в бой. Так, ну что ж, давай попробуем не обосраться. Ну! Слушай, ну батар... Ой, как я рано переключился-то на третью! Да в смысле? Чего там? Блин, ребята, я стартовал, и причём довольно неплохо. Мне некогда было читать субтитры, что там говорил наш Джефф. Воу, 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 вот это снос. Слушай, она так буквально копает просто, как будто её прям сносит на разгоне. Ну чё-то он мне опять говорил, вот только я начал гонку, какие-то проблемы. Что это нахер такое? Я же движок поменял, хотя... Ой-ой-ой, я заболтался! Тихо-тихо-тихо. Газ в пол, теперь можно! Слушай, хотя это чего-то про ЕРС, как я сказал, не про двигатель. Ну ладно, мне, честно говоря, не привыкать. У меня постоянно что-то-то происходит. Ни хрена себе! Кто это там сзади был? Я Макларен вообще не трогал. Вы видели? Он сам, он сам. И это был Рикардо. Рикьярдо, извините, Рикардо. Что я такое несу? А впереди у нас Норрис, Макларен, который... Ну блин, короче. Вот это вот максимум, что я сейчас смог сделать. То есть больше ничего я не выжму. Из нашего болида, потому что впереди там Макларен. И то, я удивлен, как Даниил Рикьярдо меня там еще не догнал. Потому что, по идее, он должен меня уже сожрать просто. Потому что это Макларен. Он должен быть вот там, впереди. А вот и он. Слушайте, я полкруга не успел проехать. И вот он, этот Макларен. Но я вам говорю, нам с ними тягаться это вообще ни в какую. То есть это бесполезно. Вот меня напрягает то, что там еще Гасли сзади. И Феррари еще сзади. Вот это вот действительно грустно, что они тоже подъехали. Ух ты, блядь. Первое предупреждение про срезку. Ненавижу вот это место. Отлично. Все, немножко начинает рваться. Так, ну то, что Макларен меня вздернет, это точно. Но вот Феррари и Альфа Таури не должны. Да опять! Да что я ему такого сделал-то? Че он так... Я не знаю, в чем проблема, ребята. Ну че-то он какой-то... Ссыкунишка. Ну атакуй! Че ты ссышь-то? Я вообще, я главное, сильно-то не сопротивляюсь. Он идет в атаку, потом куда-то отваливается там сзади. Что это, блин, такое? ДРС позволяет обеспечить этот лаб. Мы можем использовать ДРС, когда ты был в 1 секунду в машине, и в ДРС. Да спасибо! И без ДРС меня тут вздрючит, хотя... Давай-давай, езжай, езжай вперед, я сейчас за тобой открою крыло. Это мой хитрый план. Давай! Давай! Я готов! Кнопку я держу! Бум! Щакалака! Открыто! Отлично! Обогнать не смогу, но подержаться за ним можно. Будет. Ой-ой-ой, отключай батарейку-то! Ужасный, ужасный выход! Ёпты! Главное выход! Блин, ребят, ну извините, пришлось использовать флешбек, но облажался, ладно. Надеюсь, вы мне это простите. Так, 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 далеко не уезжай! Блин, ну вообще не тормозить, наверное, здесь не надо было. Ну нет, 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 Феррари, ну ты куда-куда? Ну я же, блин, так хорош на прямых, вы забыли? Ой-ой-ой, он же там, что ли? Не-не-не-не-не-не! Ой, а почему я крыло могу открыть? Это очень странно. Так, там уже и Альфа Таури. О-о-о-о, ячью эти двое меня сожрут. Ух ты! Это не было с резкой! По-моему, я там весь газон вспахал. Слушай, ну... По поводу Макларна я не сомневался, но я что-то думал, Феррари и Альфа Таури я смогу сдержать. Но, видимо, нет. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Да, блин, ну я эту связку прошел хорошечно! Почему ты был Сайенс настолько быстрее? Это, блин, я напомню! Это Формула-1 2021 года, а не 22-го! Какого черта? Тихо, тихо, тихо! Давай, давай, давай! Догоняй, догоняй, догоняй! Окей, ты в топ-10! Где? Какое? Девятое место у меня! Ты... Тихо, тихо, тихо! Засмотрелся, на каком я месте! Сайенс, стой! Стой, 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 стой! Я сейчас как дам, вот тут разгон мощный! Крыло, крыло! Открываю! Предупреждение, блядь! Превышенное ограничение, да как так? Я же там немножко наехал. У меня, кстати, это, по-моему, последнее предупреждение. Потому что еще две уже были. Блин, ну прям чуется, как прижима нету здесь. Но ничего, ничего! Зато прямяки охерительные у нас. Глянь, 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 как догоняю! Но в повороте, конечно, можно было и побыстрее бы. О, нет, 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 нет! Алонса! Какой в жопу Алонса? Какой в жопу Алонса это гаслить? Не лезь ко мне! Не надо! Подожди, у меня, ну, я хорош на самом-то деле. Блин. 20% батарейки осталось. Я что-то увлекаюсь. Давай-давай-давай! Ой-ёй-ёй! А что такое? А, может быть, машинку безопасности? Нет? Ой! Что с тобой случилось? Еще и в бокс... А, это не боксы. Погоди, это же не боксы. То есть мы можем... Не будут его убирать там? Нормально все. А, мне некогда! Блин, а как гребанная стратегия? Я не помню на этом руле, как это изменить. Мне как бы совсем вот сейчас не до этих гребанных стратегий. Там прессинг! Так, отъехал, отъехал. Теперь давай вспомним, на какую кнопку это делать. По-моему, где-то здесь. Здесь. Окно пидстопов. Чего? А-а-а! Я-я-я-я не знаю. И на этом руле мне непривычно это делать. Где? Пиздец, посмотрел. Вот я посмотрел на секунду туда! Все, я уже не вижу. Походу, уже не предлагают мне новую стратегию. Потому что я уже должен обороняться. Отгасли. Фух, я что-то припотел. Хоть уедеме, я не понимаю, куда же макать. А-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Нет, ну ты что, ты дурак, что ли? Здесь не надо! Здесь не надо! Убьемся! Не, ну там правда обгонять опасно в этот... Мэггитс-бэггитс. Как там правильно он называется-то? Ну тогда там можно погибнуть. Ой-ой-ой-ой! Вот это я облажался! Нет, ну тут я правда не виноват. Ты что толкаешься? Блин, ребята, я обосрался только что. Такой голимый выход себе сделал. И я сейчас попробую... Тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! А если вот так? По-моему, у нас контакт был. Надо повреждения. Порядок-порядок-порядок! Все нормально! Повреждений никаких. Немножко потолкались мы с ним. Сука! Я все это время еще и на обгоне ехал. У меня 30% батарейки осталось. Извините, я там что-то переключал на руле. Я что-то на руле переключал. Из-за этого отвлекся малость. Ох, слушай, я настолько медленный и сдерживаю... Альфа-Таури, что там уже еще две машины подъехали. Там Алонса, Акон, наверное. Две Альпина. Ну ты, блин, ну куда ты лезешь-то? Да чтоб тебя как срывает с поребрика. Так, а что-то я не понял. Я не понял. Там что, Гаскли меня обмануть решил? Я видел, что он свинтил в боксы. Перец, лучший круг. Так, кнопку обгона. Тихо! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Не пора ли нам в боксы? Ну какие-то проблемки у меня с резиной. Меня так кидает уже из стороны в сторону. Это мой косяк. Это мой косяк. Продолжаем. Что такое? У меня ж машина цела? Да ладно. Начну, да? Удивительно. Но мы живы. Порядок. Не-не-не, Фетер, 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 Фетер. Блядь, мы убьемся здесь. Говорю тебе, не лезь. Ух ты, блядь. Ну я убил резину. Алё, ну вот сейчас мне мешала бы альтернативная тактика, да? Не пора ли в боксерский? Ну, молчат. Ладно. Ничего, ничего, ничего. Отыграем. Десятку всё равно должны приехать. Но я всё мажу. А особенно, ну, скорее не у меня проблемы. Так. Роберт в боксер. Роберт в боксер. Попробуй сейчас. Мы боксируем эту лампу. Всё, я понял. Ух ты, блядь. Какой тут выезд оплесный? Так, ну это Red Bull. Погоди. Тут даже нет смысла. Я правда не хотел. Я правда, блядь, не хотел. Мне это и не надо. Меня как-то вынесло на него. Пожалуйста, сеньор. Мисс Кузи. Я не в вашей лиге. Фух. Так, ребята. Мы заезжаем в боксы. Наконец-то. Всё. Надо быть просто поаккуратнее. Я что-то очень много здесь налажал уже за эту гонку. Блин, я весь мокрый. Так, я смотрю, там много кто готовится заехать. Я же перед... А, всё, отлично. Да-да-да. Я очень боялся, что я всё-таки крыло себе повредил. Сейчас они будут крыло менять. Это всё затянется. Но нет. Всё нормально. И мы даже выезжаем на 12-м месте. Кто это впереди? Фитилёк! Всё окей-окей. За резину не беспокойся. Я знаю, как сделать всё грамотно. Но фитилёк сейчас будет... Уничтожен просто. Смотри-ка, я заблаговременно... Зачем я заблаговременно, правда, включаю кнопочку обгона? Я открываю крылышко. И посмотри на нашу скорость. На какой-то момент я засомневался, но это короткая прямая. А ты видал, как мы его догоняли? Вот Астон Мартин могу кушать. Как грёбаный пакман этих. Чё он там ел-то? Короче, вот с этими ребятками я могу тягаться. Как ни хер делать. Иди сюда! Смотри, какое преимущество по скорости. Просто охренеть. Нет-нет-нет-нет, трогать его нельзя. Я уже достаточно набедокурил в этой гонке. Нет, чисто играем. Блин, ну это медленно, Фетл. Даже мой опыт подсказывает мне, что это медленно. Ничего-ничего, найдём. Найдём место для атаки. Подзанесло на выходе. Это плохо для резины. Вот сейчас мы сможем легко его сделать. Оп! Ух ты, тихо, 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 тихо. Лишь ты какой. И уходим, 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 уходим. Они в этом повороте мне не нравятся боты. Они очень плохо разгоняются почему-то. Не знаю, в чём у них там проблема, но... Разгон у них так себе. Я надеюсь, я коробку не сломаю вот такими вот переключениями. Потому что я тут мало торможу, я больше торможу за счёт скорости. Передачи, точнее. Да посмотри, один сектор за другим. Ну ладно, последний сектор я засрал. Но в целом, ребята, в целом иду неплохо. Прикатился. Не догоняют они меня. Да чё я там догоняю, ребят? Нихера я не догоняю. Как было пять секунд до окона, так и осталось. А вот петель сзади догоняет, реально. Вот это вот неприятное дерьмо. Ёптыть! Да ладно! Чё это было такое? Что там случилось-то? Не, погоди, мне самому интересно. Ну вот я тут ехал, да, меня немножко подзанесло и... И там ни хера себе кочка оказалась. Да кто бы знал? Я не знал. Итак, ребята, шесть кругов до конца. У меня на хвосте там Федор. А кон-то нихрена не едет. Уже меньше трёх секунд. При условии, что у меня не такой уж и хороший темп. Чё-то, мне кажется, у него случилось. Потому что были жёлтые флаги. Было чё-то там на какой-то момент, какой-то инцидент на трассе. И... Ну, посмотри, я вообще... Ну, то есть у меня темп очень слабый. Но уже две с половиной секунды. Так что... Хотя бы одно очко, но мы заберём. Я не сомневаюсь по поводу того, что мы сможем окону обогнать. Я очень сильно сомневаюсь, а сможем ли мы защищаться от Федоля. Потому что он намного быстрее меня сейчас. Но посмотрим. Меня ещё надо обогнать. Ланда Норрис! Самый быстрый круг! Ни хрена себе он там разогнался. Это вот, к слову, о том, насколько здесь, в Формуле 1, в моей карьере, быстрый Макларен. Ты по херу на шею! Чувак, нужно хоть одно очко забрать-то! Как это называется? Минимизировать потери! Вот что надо! Я там... Такую гунчу сделал, такую короночку на 360, что надо это как-то отыгрывать. Ничего, полторы секунды! Полторы секунды до окона! Ух ты, блин! Да... Фу! Всё! 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 Меньше секунды! Время! 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 Работает против нас! Я, кстати, сейчас не буду обгонять. Я открою крыло, но кнопочку обгон пока что батарейку я коплю. Ну, посмотри, он вообще не едет. Я не знаю, мне кажется, у него крыло, что ли, сломано. Да что б тебя! Как же сбрасывает из поребриков! Так, ты тут фетель только ерундой не занимайся. Всё, после этой связки там длинная прямая, вот там и попробую атаковать. Не спеши с газом, а вот теперь можно! Отлично, крыло! Блин, ну... Ну ладно, хотя бы подъеду очень близко. Тихо, тихо, тихо! Немножко это на дайву, да, похоже? Пришлось отжать газ! Иначе я бы срезал! Фетель, ты-то куда лезешь? Мы погибнем здесь! Отключай батарейку! Так, а я сейчас сделаю как Ферстаппин. Давай, давай, проезжай вперёд. Это... Это техника Ферстаппина! А где крыло моё? Эй! Почему? В смысле? И моё крыло, оно должно было открыться сейчас! Как это так? Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Блядь, что-то не то я сделал. Я хотел... Какой бред! Два круга до конца и надо что-то с этим делать! Так, ладно, ладно! 40% батарейка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Всё, ладно, без этих! Нет-нет-нет, ну куда ты, ну куда ты? Фетель, ну видишь же! Не здесь! Давай! Вот! Всё-всё! Без двоябонов! Вот, сейчас успею! Вот это ты меня зря вовнутрь пустил, хотя... Ой-ой-ой! Тихо-тихо! Сам виноват! Он сам на этом поребрике подскочил! Я не трогал! Тихо-о-о-о! Ты видал, как я её отловил! Бля, что-то отдышка аж какая-то! Но я резину там точно не сберём! Так, батарейку вот для чего я её копил, чтобы они тут не успели ко мне подъехать! Всё, посмотри! Они там где-то заборолись! Их вообще не видно! Ой, Фетель! Обогнал он окона! Не, ну окон прям совсем плохо! Это твоя последняя лапа, последняя лапа рейса! Окей, уби! Последний круг! Батарейка есть, поэтому я думаю, здесь будет всё спокойно! Вряд ли здесь что-то сейчас произойдёт! тихо, тихо, тихо! А вот теперь кнопку обгона и разгон! Но надо заставлять себя кнопку обгона включать после того, как вы нажмёте на газ, чтобы машина уже была стабильной! Аккуратно! На третий, без риска, без срезок! И клетчатый флаг! Как я и думал! Уууу! Это было мощно! Слушай, ты понимаешь, как опыт приходит! Я столько раз подловил машину, потому что она прям сносится, и я оп! Я её оп! И всё! Джордж Рассел, пилот дня! А почему, интересно? Если бы не мой косяк с разворотом, мы бы были, ну, на седьмом, на восьмом, как я вам и говорил! Ууу! Вот это возвращение Формулы 1! У меня 7 потом сошло! Макс Верстаппин и два Мерседеса! Ты посмотри, Какой у нас красивый подиум Но давай, мне интересно Где Макларены, потому что Там по-моему еще ближе к концу Даниэль Поставил лучший круг, все же лучший круг У Макса Ферстаппина, но мне нравится Макларен здесь, они, блин Так хорошо подбираются, я думаю У них там как-то хорошо проходят какие-то разработки Наработки, поэтому Мне кажется еще там несколько гонок И Макларен уже будет среди Мерседеса И Рэдбул, потому что Едут они очень быстро, и стоит похвалить Наверное напарника нашего, потому что Шварцман наконец, ну пятнадцатое место Да, это не очки, но тем не менее Это более-менее, это где-то там Недалеко, ну а у нас с вами Десятая позиция, и опять же, как я вам Говорил, если бы я не обосрался То я думаю вот где-то Либо за место Саинса, либо за Саинсом То есть у нас восьмое, седьмое место, как я вам Говорил в начале этого ролика Вот, в принципе мы так и едем сейчас То есть у нас Мерседес, Рэдбул, Макларен Это отдельная лига, и потом уже Наша лига, это Феррари, это Альпина, Альфа Таури, ну Нас тут много, но Астон Мартин, кстати говоря Разочаровывает, вот Фетель Строл, Строл я вообще не вижу Фетель, ну где-то там иногда Пытается что-то делать, но Темп у Астон Мартина что-то как-то В моей личной игре не особо Итого, мы еще и чуть-чуть побеждаем В соперничестве, я не знаю, что это Дает, но, как вы помните, у нас Алонс был до этого соперник, сейчас У нас наш соперник, это Акон Так, ребят, и как я обещал, мы после Гонки, уже ближе к концу, кому интересно Занимаемся вот этим вот микроменеджментом Ребят, что покасается Всевозможных отделов, то Здесь копим денежки, потому что я хочу Аэродинамика, либо шасси прокачать До второго уровня, а персонал Это тут, я не знаю, херня, я сколько Не вкачивал, он особо, наш пилот, быстрее Не едет. Силовая установка, здесь вообще Тоже ничего не вкачивал, почему? Да потому что У нас и так силовая установка, в принципе у нас Мотор очень даже хороший Износоустойчивость Ну и маркетинг, короче, я коплю Бабосики, чтобы шасси Где-то увеличить, потому что я так понимаю Я не понимаю, как это работает, то есть я еще Одно улучшение сюда вкладываю и у нас Будет второй уровень Короче, что-то там поменяется Я просто хочу, чтобы вы знали, я просто хочу Чтобы картинка поменялась И мне интересно, как изменится вот фон Задний. Я вам не буду говорить Какие именно детали я ставлю, потому что это Скучно. Я вам просто скажу быстренько Что сейчас я буду дальше продолжать развивать Аэродинамика, потому что там высокий настрой Силовая установка, как видите В правом нижнем углу у нас тут очень все Круто, поэтому аэродинамика И шасси это сейчас то, куда я буду вкладываться И осталось у нас тут на недельку расписать Какую-либо активность. И знаете Что, ребята? Мне нужна штаб-квартира И мне нужны, блин, бабки Бабки, бабки, бабки. Это то, что мне Сейчас надо. И развитие отдела силового Оборудования. В общем, мы идем к спонсору Пополняем команду. Дальше нам Немножечко там денежек дадут. Ну, короче Как-то так. Реклама Спонсоров болиды. Что такое 37 с половиной тысяч долларов Ну, это же вообще копейки Так, и переходим дальше До следующего уикенда Нет, ну это что, реально мне вот столько денег Дадут? А, погоди, там что-то Больше денег дали. Больше там Прям перепало мне, по-моему, деньжат-то Ну, что, друзья У нас следующий трек это Хунгара Хунгаро Ринг Хунгаро Ринг Нет, наверное Хунгаро Ринг Ринг всегда на конце же ударения Или Хунгаро Ринг Или Хунгаро Ринг Хунгаро Ринг Хунгаро Ринг Короче, у нас следующий трек Фу, блядь Хунгаро Ринг Нет, ну Нюрбунг Ринг Хунгаро Ринг Ребята Ну что, ребят, мы с вами находимся сейчас В Венгрии, треку дан Фу, блядь Ну что, ребят, у нас сейчас húngаро ринг И Húngаро ринг Ну что, ребят, у нас Ну что, ребят, у нас сейчас húngаро ринг Блядь, ты что Ой, печё, я пытался У нас сейчас húngаро ринг Это трек в Венгрии Я на нём как-то катался И это то, что вас ждёт, ребята В следующей серии Пожалуйста, пишите комменты Как вам выпуск И я сейчас постараюсь как-то включиться И снимать для вас почаще Формулу 1 Потому что я помню, что я обещал До выхода новой части Успеть для вас проехать хотя бы сезон А это будет девятая гонка из двадцати Еще две гонки и мы будем Лишь на экваторе, поэтому если даже не будем Успевать, может быть стоит и стримчик Замутить И самое главное, ребята, сразу хочу сказать по поводу Флешбеков, то есть я бы мог сейчас В этой гонке заюзать флешбек И не потерять так много позиций Но я стараюсь сейчас по минимуму Их юзать, то есть там Три флешбека за игру, ну пять максимум В каких-то местах Где я ошибся, как-то Да, я там юзаю Но когда вот такая серьезная ошибка Будет не прикольно, если я всегда буду использовать Флешбеки в какой-то Неподходящий для меня момент и мы всегда будем Занимать крутые места, но так тоже не интересно Понимаете? В общем, напишите это в комментариях Как вы считаете? Нужно ли постоянно прям их юзать, чтобы крутой результат был? Или надо все-таки как-то в меру? Вот мне кажется, все-таки надо в меру Также, друзья, хочу напомнить В описании смотрите там другие площадки Куда я сейчас заливаю свои ролики Если вдруг заблокируют YouTube А также все новости по поводу канала Когда будет стрим Какие-то мои вот эти вот мысли дурацкие И все в Телеграме и в группе ВКонтакте Субтитры сделал DimaTorzok